Всем шалом, салют, хеллоу, коньячева, ну и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересностей с нашей планеты на Red Barn Podcast. И сегодня мы с вами поднимем тему животных, причем не самых обычных. В этом выпуске мы поговорим о самых огромных представителях живого мира за всю его историю. Ну что же, приступим. Номер 10. Конечно же, мамонт. Гигантские родственники современных слонов, мамонты, вымерли совсем недавно, по историческим меркам. Не более 9 тысяч лет назад. Самый большой из них, императорский мамонт, достигал 5-метровой высоты и мог весить до 12 тонн, что как минимум вдвое превышает габариты современных слонов. Считают, что мамонты были отлично приспособлены для жизни в холодном климате. О чем свидетельствует длинная густая шерсть, достигавшая 90-сантиметровой длины у некоторых видов, и особое устройство хобота, позволявшее находить растительную пищу под снегом. Четырехметровые бивни мамонтов могли весить до 100 килограммов каждый. Номер 9. Апатозавр, он же бронтозавр. Крупнейшие сухопутные существа обитали в Северной Америке в конце юрского периода. Так вот, длина тела 9-метровых травоядных ящеров-бронтозавров достигала 23 метров, а масса по различным оценкам могла варьироваться от 18 до 32 тонн. И вся эта грандиозная махина управлялась всего 400-граммовым мозгом. Предполагают, что этого было достаточно, чтобы вставать на задние лапы, дотягиваясь до сочных верхних листьев, и размахивать мощным хвостом, отбиваясь от хищников. Кости черепа апатозавра были настолько тонкими и хрупкими, что ученым долго не удавалось их обнаружить, чтобы полностью реконструировать скелет. Эти гиганты вели стадный образ жизни, съедая и вытаптывая колоссальные объемы зеленой массы в кратчайший период. А уничтожив растительность на одном участке, также быстро мигрировали на другой. Номер 8. Ортоплевра. Гигантские многоножки из трикоза размером с геликоптер отнюдь не выдумка фантастов и сценаристов фильмов ужасов. Эти создания существовали на Земле задолго до динозавров, в каменноугольный период. Ортоплевра, крупнейшая из наземных беспозвоночных, обитала на территории современной Европы и Северной Америки. Ее сегментированное тело достигало двух с половиной метров в длину, а перемещалась она с помощью 30 пар конечностей. Считается, что ортоплевры питались плавнами и папоротниками и могли съедать до тонны зелени в год. Изобилие зеленых растений, повышенное содержание кислорода в воздухе, теплый климат и отсутствие естественных врагов позволяли сухопутным беспозвоночным карбона достигать гигантских размеров. Номер 7. Дейнотерий. К середине кайнозои Землю вполне освоили млекопитающие, среди которых были как совсем крошечные существа, так и очень крупные травоядные виды. Среди последних особыми размерами отличался дейнотерий, которого превосходил по массе только индрикотерий. Дейнотерии могли достигать в высоту 4,5 метров и весили до 14 тонн. Существенное отличие облика этого животного от мамонта состоит в том, что его бивни расположены на нижней челюсти и загнуты книзу. Ученым пока не удалось установить, для чего и как животное могло их использовать. Номер 6. Меганевра. В каменноугольный период геологического прошлого существовали хищные насекомые. Благодаря повышенному содержанию кислорода в атмосфере, выраставшей до устрашающих размеров. Размах крыльев гигантской стрекозы и меганевры мог превышать 60 сантиметров. А ее личинки, которые вели наземный образ жизни, тоже были охотниками. Пищей для них служили другие немаленькие насекомые – диктианевриды, размер которых сопоставим с габаритами голубя. Эти насекомые, в свою очередь, питались семизачатками папоротников и хвойных растений. Современным художникам в сотрудничестве с палеонтологами удалось реконструировать облик этих насекомых и создать модель, ставшую экспонатом музея. Номер 5. Китовая акула. Не только киты впечатляют габаритами. Среди рыб тоже есть настоящие гиганты. Рекордными размерами из ныне существующих рыб обладает китовая акула, средняя длина которых составляет 14 метров. А по неподтвержденным данным, некоторые экземпляры могут достигать 20-метровой длины. Ширина хвоста этой акулы может достигать 5 метров, грудные плавники 2,5 метров, а рот у рыбки имеет почти полутораметровую ширину. Несмотря на устрашающее родовое название, характер у этой рыбы медлительный и миролюбивый. Питается она, в отличие от своих хищных соплеменец, преимущественно планктоном. Номер 4. Архитиутис. Легенды о кракене не так беспочвенны, как хотелось бы думать скептикам. Более 400 миллионов лет назад океаны кишили гигантскими аммонитами. А испаринские кальмары, архитиутисы, населяют и нынешние океанские глубины. Это одно из крупнейших беспозвоночных на современной Земле. Длина их щупалец превышает 16 метров, а мантия может достигать 3 и более метров в длину. Это еще и самое глазастое существо на планете. Диаметр его глаз с 9-сантиметровым зрачком достигает 27 сантиметров. Уже в нашем веке ученым удалось сфотографировать и заснять на видео гигантского кальмара в родной среде обитания. Из естественных врагов у архитиутиса только кошелот. А средних размеров акулу он может употребить в пищу и сам. Номер 3. Диплодок. Еще более внушительный травоядный ящер юрского периода. Обитал также в Северной Америке около 150 миллионов лет назад. Однако в оценках его габаритов мнение ученых расходится кардинально. Изначально длину диплодока оценивали в 54 метра, которым соответствовали более 100 тонн веса. Но позже выяснилось, что ученые серьезно преувеличили количество хвостовых позвонков ящера. И, по уточненным данным, его длина не превышала 35 метров. Но из света новых открытий ученые не могут прийти к единому мнению относительно веса животного. Сегодня его оценивают в пределах от 10 до 80 тонн. Номер 2. Мегалодон. В эпоху олигоцена, по мнению различных ученых, в морской среде владычествовала хищная акула-мегалодон, вымершая к середине плейстоцена. Эта свирепая хищница достигала 16 метров в длину и веса до 47 тонн, хотя дискуссия о ее предполагаемых размерах открыта по сей день. По некоторым расчетам она вполне могла оказаться крупнее китовой акулы. Сегодня установлено только что самый большой из обнаруженных зубов акулы достигает 18-сидиметровой длины. Исходя из этого параметра, рассчитываются предположительные габариты существа по характеристикам большой белой акулы, возможно, в родственниках мегалодона. Эта рыба считается самым большим из когда-либо существа ваших плотоядных позвоночных. Согласно компьютерной реконструкции, сила ее укуса могла достигать 11 тонн. Номер один. Синий кит. Испокон веков водная стихия как нельзя лучше подходила для взращивания гигантских существ. Среди них были и 11-метровые моллюски-наутилоиды времен Силура, 13-метровые плезиозавры различных подвидов родом из Триаса, 24-метровые ихтиозавры и многие другие животные. Но сравнительно недавно, по геологическим меркам, в начале Кайнозойской эры, ящеров стали вытеснять млекопитающие, господствующие на планете и по сей день. Киты превосходят размерами любых ранее существа ваших животных, а пальма первенства среди них по праву принадлежит синему киту. Этот исполин достигает 33 метров в длину, а весом превышает 150 тонн. За раз это существо вдыхает более 3 кубометров воздуха. 8 тысяч литров его крови перекачивает тысячекилограммовое сердце по сосудам, достигающим 40 сантиметров в диаметре, а его язык весит 4 тонны. Причем своих исполинских размеров синяки достигает на корме из криля и планктона. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на RedBarn подкаст «Любите природу». И, кстати, есть для вас очень полезный совет. Студия RedBarn запустила максимальный уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через истории обычных людей. Вместе с ведущим Сергеем Прохоровым мы уже успели попутешествовать по Калининграду, Астрахани, Волгограду и многим другим городам нашей страны. Впереди вас ждет еще больше аудиопутешествий. Присоединяйтесь к нам на всех доступных платформах и в наших социальных сетях – Телеграм и Вконтакте.